Поселок Приозерный, Власиха, территория бывшего военного объекта. Эксперты и историки предполагают, что когда-то здесь была развернута одна из позиций ПВО. Что мы сейчас видим, это бывшая военная база. Мы ее взяли с аукциона для создания общественного пространства. То есть в мечтах сделать крытый каток внутри здания, это 800 квадратных метров, по бокам сделать места отдыха, может быть какие-то шатры для свадьбы, либо что-то подобное. В планах построить большую горку с соблюдением всех норм и дополнительно высадить деревья для создания комфортной среды. Александр приезжал сюда в детстве с семьей на отдых, вспоминает он с теплотой. А недавно стало известно, что армейское сооружение планируют забрать под коровник или свиноферму. Поэтому пришлось взять его в аренду с последующим выкупом. Я думаю, что нужно, конечно, но чтобы не нарушать природу, чтобы делать такое, чтобы в гармонии было. Пускай развивается поселок, это хорошо. Это тут еще заселен только наполовину, а народ-то будет много и детей будет много. Поэтому я думаю, что для будущего это хорошо будет. А пока строение шириной 12 метров и высотой не менее 6 завалено мусором и стройматериалами. Сейчас самая главная проблема – это убрать тот мусор, который скопился десятилетиями. Это бетонные конструкции, это бытовой мусор. А мусор будем убирать, перерабатывая этот бетон в вторичный щебень. То есть не просто закапывая, не куда-то вывозя его. То есть мы сторонники того, сохранить природу максимально. В планах осуществить все работы за три года. И, возможно, скоро это место станет точкой притяжения для всех барнаульцев. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.